Всем привет! Давно не было работ на холстах и я снова решила взяться за акрил. Магазин Art Pinok прислал мне мольберт и холсты для тестирования. Об этом я скажу чуть-чуть попозже в этом же видео. Все ссылки на данные материалы я оставлю внизу в описании. Палитра будет ограниченная, практически монохром. Я буду использовать оттенки серого и черного. Сейчас я к сожалению не настроена ни на что радужная, потому что я не особо хорошо себя чувствую. У меня опять начались проблемы со сном, причем какие-то супер серьезные проблемы со сном и продолжается это уже довольно таки долго. Самое обидное то, что я не могу принимать безобидные лекарства по типу валерьяны или же глицина, которые в принципе могут немножко улучшить качество сна, потому что я гипотоник. В общем да, если принимать эти лекарства, мое давление упадет еще ниже и мне будет совсем нехорошо. Такой опыт у меня уже есть, поэтому мне нужны какие-то препараты посерьезнее, но сама себе выписывать их я не хочу, поэтому да, мне предстоит лечение, мне предстоит сдать кровь и в общем-то посмотрим, что скажет врач. Надеюсь, что в дальнейшем ситуация как-то исправится. Так что да, овечки максимально актуальны. Жаль, что их пересчет не помогает мне уснуть. Холст я выбрала небольшой, так чтобы съесть и написать буквально за раз. За раз у меня, к сожалению, не получилось. Все-таки я растянула на два дня, хотя хотела за день написать, но в любом случае на большой холст у меня уходит гораздо больше времени, поэтому я не пожалела, что взяла холст поменьше, потому что чувствую, что не дотягиваю. Я не смогу как положено выполнить работу на огромном формате. Вместе с акрилом я использую медиумы. К сожалению, крайне редко про них вспоминаю. Надо бы уже научиться не забывать о них, потому что очень часто они действительно делают работу с акрилом гораздо приятнее в процессе и по итогу это вполне сносно выглядит. Я предпочитаю пастозные медиумы, неважно глянцевые или же полуглянцевые. Они делают акрил похожим на масло. То есть убирают вот эту некоторую резиновость, что ли, акриловых красок. Это как раз для тех, кому именно это в акриле и не нравится. То, что акрил, он немножко резиновый и он очень быстро сохнет. То есть для художников, которые очень медлительны, это может быть самой настоящей катастрофой. Потому что при некоторых приемах и техниках, например, когда вы хотите создать градиент, вам нужно делать это максимально быстро, если вы работаете чистыми акриловыми красками без медиума. Нужно быть очень-очень шустрым, потому что акрил довольно быстро схватывается. Особенно если вы работаете на грунтованном холсте, он сразу дает пленку и как бы все, работа уже становится довольно-таки затруднительной. Вот если вам не нравится, что акрил очень-очень быстро засыхает и не позволяет вам делать те же самые градиенты, вообще в принципе как-то равномерно растягивать краску по холсту, присмотритесь к медиумам. Их просто огромное множество и они довольно-таки сильно меняют свойства красок. Вы можете сделать их более пастозными, можете сделать их более жидкими, можете глянцевый акрил превратить в матовый и наоборот матовый акрил сделать глянцевым с помощью медиума. Есть медиумы, которые создают всякие рельефные текстурки, в общем там есть с чем поэкспериментировать, поэтому да, присмотритесь, это очень сильно разнообразит вашу живопись. Холст очень хороший, мне было комфортно с ним работать, он от Малевич, размеры 30 на 30, обычный грунтованный 100% хлопок, плотность 280 грамм. Он довольно тонкий и для меня это плюс, потому что я перевожу эскиз набросок на холст именно с помощью подсвечивания снизу, поэтому мне важно, чтобы свет вообще проходил сквозь холст, чтобы я спокойненько потом могла свой эскиз перенести и особо не париться с этим делом. К сожалению, не со всеми холстами можно подобное провернуть и тогда уже приходится какими-то разными странными, хитрыми способами переносить эскиз на холст. Это конечно не особо приятно. Надеюсь в октябре все-таки найду в себе силы начать какой-нибудь большой холст, хотя бы 50 на 70, а лучше еще больше. У меня стоит куча холстов, которые уже неизвестно сколько стены просто подпирают и все никак, руки не дойдут. И я думаю, что то изображение, которое я планирую, будет знакомым для вас относительно, по крайней мере, для тех людей, которые уже как минимум года два на моем канале. Помните про древнеславянский бестиарий? Вот вам такой вброс небольшой. В общем, ждите в октябре большой холст. Очень надеюсь, что все получится. Касательно мольберта. Он оказался вполне удобным. Конечно, он не такой крепкий, как мой мольберт, но он и дешевле в несколько раз. Но как бюджетный вариант он вполне хорош. Сначала меня очень смущала широкая полка. Мне это было как-то непривычно. К тому же в этой полке есть отверстие для двух стаканчиков для воды. То есть, стаканчик стоит не рядом с мольбертом, а прям в самом мольберте. Сначала мне казалось, что это будет очень удобным и будет как-то мешать, но на самом деле нет. Это очень даже удобно и я привыкла практически сразу. Ничего меня не смущало. Фиксируются они очень крепко и вы никоим образом их не опрокинете. У меня, к сожалению, уже было очень много горького опыта, когда я опрокидывала стаканы с водой. Я думаю, что многие из вас согласятся, что опрокинуть стакан с водой, в принципе, ничего не стоит, потому что он всегда под рукой стоит, недалеко от красок, недалеко от палитры. И лично со мной это происходит довольно-таки часто. Тут такого явно не произойдет и это несомненно плюс. Полка, как и полагается, фиксируется по высоте, то есть, вы сами можете зафиксировать ее на том уровне, как вам будет удобнее. Неважно, сидите вы, стоите вы. Вот у меня сейчас маленький, я подняла полку повыше, когда у меня будет большой холст, соответственно, опущу ее пониже. В общем, не все мольберты так умеют и это тоже, безусловно, плюс. Это очень удобно. Ссылка на этот мольберт, как и на холсты, будет внизу, в описании. Пожалуйста, пишите в комментариях все, что вы знаете о бессоннице. Если у вас есть какие-то расстройства сна, как вы с этим боретесь. Возможно, у вас есть какие-то лайфхаки или советы, потому что для меня эта проблема актуальна практически всю мою жизнь. Не знаю, видимо, что-то не так с моей нервной системой, но я страдаю от этого, ну, практически всегда. Бывают периоды затишья, а потом все снова и снова повторяется. Так что, да, пожалуйста, если у вас есть такой опыт, делитесь им. Поставьте лайк под этим видео, это помогает продвижению моих роликов, а это очень важно. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать! А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать!